здравствуйте друзья и рад всех приветствовать на канале эрзон game в этом ролике я предлагаю вам ознакомиться с одним не новым но очень интересным проектом создан он на базе gta 5 а вот располагается он не на привычном нам рейч mp а на платформе alt v я заходил на несколько проектов на платформе 5м естественно посетил огромное количество на рейч мп а существование alt v я даже не подозревал ну а посему предлагаю вам вместе со мной отправиться в обзорную экскурсию по этому проекту по этой новой для хотя бы для меня платформе и посмотреть своими глазами что она из себя представляет и что вообще это за проект а начинаем мы естественно как и на любом проекте со вступительного меню настройки персонажа ну а каким образом это выглядит вы сейчас видите на мой взгляд очень все симпатично и красиво итак заходим на карту вместо тоже выбрана как-то но не стандартно там где на большинстве проектов на рейч мп стоит мэрия здесь место появления персонажа изначальная точка появления тут же стоит нпс с которым надо взаимодействовать но никакого сложного квеста он не дает он просто перенаправляет нас в мэрию чтобы мы получили там документы в общем то туда мы и идем а это здание здесь в общем то даже не задействовано но здесь же рядом с нпс стоит точка аренды транспортом но я ею не стал воспользоваться я все время делаю что-то нестандартное и решил пробежаться пешком и тут я столкнулся с первой трудностью этого проекта а это очень сложная система питания рядом с миникартой вот где показана стрелочки видите есть такой разноцветный кружок вот он обозначает жиры углеводы калорий и тому подобное так вот если у вас какая-то нехватка каких-то из этих перечисленных элементов то вы не сможете бегать и немножко будет уходить здоровье плюс ко всему усталость наступает ну почти моментально но в принципе если постоянно питаться и запихивать в себя все что есть в продаже в магазине то эта система не очень сильно вам будет мешать но тем не менее я считаю это такое себе решение тем временем мы уже пришли в местную мэрию на выглядит она вот таким вот образом очень красивая достаточно нестандартная как и само место размещения этой мэрии так и сама мэрия ну а пришли мы сюда для того чтобы получить документы документы выдаются в мэрии один раз и навсегда для этого обращаемся к девушке на писишки она просит нас подождать буквально минутку пока делается документы отходим в сторону через минутку приходит сообщение и все мы полноценные граждане этого штата ну а далее любуемся красотами этой мэрии ну и все можно идти и получать какие-то задания или искать какое-то трудоустройство в этом штате только единственное что действительно придется идти потому что из-за этой системы я не могу бегать и обратный путь у меня был очень долгий я шел пешком а возвращаться пришлось на то же место в общем-то где я и появился на этой карте но больше уже пешком мне ходить не хотелось вот так вот выглядит точка аренды транспорта в общем-то это одни велосипеды и только один в конце мопед мы выбираем цвет оплачиваем и все у нас мопед так сказать под задницей теперь осталось выяснить что же делать на этом проекте проект вообще не стандартный поэтому надо с кем-то побеседовать ну а место где обычно все собираются но как минимум медики это естественно медицинский центр вот у меня опять проблема я даже не знаю как заглушить этот мопед настолько здесь все выполнено нестандартно и отличается от ряда схожих с этим проектов дружище привет слышно меня слушаю первое не понимаю почему у меня персонаж не прыгает не бегает похавать на похавать нам так это уже лучше еще у меня мопедка да я не знаю как ее заглушить перетаскивать надо что ли я теперь я не принять нажми насчет мопеда через альт то есть ты на мопеде сидишь нажимаешь альт левый там и заглушить двигатель движочек такой смотрю только бегать все равно не носил ты не на мопеде ты вышел ты нужно нажать альты на праве и нажать на мопед вот ты его заглушила прикольно можешь сидя на нем не обязательно я понял понял мне так понравился что здорово сделано это как сказать называется это мультиплеерная платформа altv altv не alt5 понятно чего вообще посоветовал что делать надо можешь на погрузчика пойти если там в порту можно будет тебе да 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 в порту есть обычный погрузчик есть девятого уровня сначала ты на обычном докачиваешься до 9 на обычном что-то в районе до двух с половиной тысяч за час можно на фармить на на девятом уровне уже по 4000 в час где-то так плюс минус там но я я точно не помню там уровень водительского навыка нужен нет то что я играю когда еще можно было кататься без без навыков так автобусы водитель автобуса по моему не автобус этого доставщик типа что такое самая прибыльная типа это вот погрузчик можно мусор собирать по помойкам ездить значит сейчас пойдем сначала посмотрим что такое там с погрузчиком ну да попробуй на погрузчике а если еще дальнобой тоже нормально но погрузчик самый такой то есть уровень здесь не зависит никогда то что мне не надо сидеть часами здесь сейчас на карте я могу пойти на любую работу в принципе да на любую не можешь на дальнобой не можешь пойти без водительского навыка седьмого по моему но если ты пойдешь на дальнобой а тебя возможно от трассе будут грабить типа такое сегодня на погрузчике просто катаешься в одной локации зарабатываешь бабки так понял ну попробуй на погрузчика типа а так если чё понял ладненько поеду у меня сейчас бензин кончится поеду фармить давай спасибо тебе если хочешь я тебя могу отвезти до погрузчика и самому интересно поездить ну и вот друзья мы пообщались с местным жителем много чего у него узнали мне очень понравилась система взаимодействия с автомобилем машину можно открывать закрывать и заводить на расстоянии с брелка вообще система очень красиво сделано ну и устроились на первую нашу работу эта работа которой хотелось бы поговорить достаточно много как вы видите это работа водителя погрузчика но у нее очень много отличительных черт в отличие от проектов на которых тоже есть работа водителя я один из таких обзоров показывал сейчас правом верхнем углу как раз будет вставочка с того проекта как это выглядело там и как это выглядит здесь если на том проекте уж извините не помню его название мы просто подъезжали на один триггер у нас на виллах появлялся груз мы ехали на другой триггер и он исчезал то есть вилами даже не надо было манипулировать здесь же на этой работе вилами надо манипулировать и манипулировать очень активно поначалу будете тупить не не сразу можно будет подцепить груз но по ходу работы начинаете разбираться и работа становится все интереснее и интереснее так например вилы этого погрузчика имеют три положения верхняя нижняя и нижняя рабочая и подъезжая к грузу вам надо нажать нижнее положение но не нижняя рабочая когда вы подъезжаете уже вплотную к поддону нажимаете то есть вернее отпускаете control и вилы встают в рабочее положение зацепляете груз поднимаете его сантиметров на 50 и все срабатывает триггер и можно вести груз дальше в момент подъема у полета даже имеется вес но потом срабатывает вот это вот не анимация его можно будет заметить мигание такое и все как бы то что у вас на вилах становится просто макетом ну в общем то не имею больше никакого веса но в самом начале когда вы поднимаете даже видно как погрузчик слегка наклоняется до вот этого момента мигания ну а потом уже это просто моделька только с текстурами самого же груза два вида это вот такие вот продолговатые ящики и коробки здоровые коробки две вместе доставлять их надо в две точки это либо кран либо склад с поднимающимися воротами а вот где брать груз все время точки разные я не знаю сколько точно но примерно и где-то 8 10 штук груз забирается железнодорожных составов забирается соседних складов или забирается с прицепов которые стоят вот вдоль железной дороги в этом порту в общем точки все время меняются достаточно не скучно этим заниматься сама же работа делится на две части работа то вернее остается той же самой это все тот же водитель погрузчика но с 1 по 9 уровень мы работаем вот в этой части порта который сейчас на экране но после девятого уровня мы переходим на другую часть порта это вообще через залив надо переехать и устроиться там по новой та работа отличается только тем что перегоны немножко меньше а зарплата немножко больше ну а в принципе это все тот же водитель погрузчика все та же интересная работа и действительно вы знаете на проработав на ней я даже не заметил как я прокачался прокачался до девятого уровня перешел на следующую часть порта уже переехал через мост и работал там действительно очень увлекательно и интересным сделана эта работа именно вот это вот манипуляция вилами она и придает вот такой это антураж и атмосферность и интерес этой вот работе действительно очень интересно я и последствия еще заходил еще играл уже не для того чтобы прокачиваться а просто для себя и даже в момент когда нужно было оставить эту работу для того чтобы двигаться дальше чтобы посмотреть какие еще есть рабочие занятия мне не хотелось отсюда уходить хотелось здесь работать работать но к сожалению этот уровень мне никак больше не помогает доходя до девятого уровня вы переходите на другой объект ну и продолжаете ту же самую работу но она вас уже по карьерной лестнице этого проекта никаким образом не продвигает чтобы продвинуться дальше нам нужно купить права ну или получить права а почему я так сказал а потому что здесь есть два варианта и про права и про эти два варианта мы сейчас поговорим но перед этим хотелось бы отметить что здесь есть еще одна интересная на мой взгляд который ну мне на самом деле она очень понравилась фишка это тот транспорт за который вы отдаете деньги которые вы арендуете будь то погрузчик будь то шаланда будь то автобус он ваш до того момента пока вы от него в общем то не откажетесь ну а пропадет он через 15 минут если вы не будете им пользоваться но на тот момент то есть того момента как вы его арендовали это ваш транспорт и вы хотите на нем есть и вот я например на своем погрузчики который я арендовал поехал в автошколу и да если меня остановит полиция то мне грозит штраф но это мой выбор я заплатил деньги я арендовал себе транспорт и уж тут я хочу ехать не хочу это уж мое дело и я считаю это ну правильное решение и хорошая фишка этого проекта это помогает решает уйму проблем с передвижением по карте так например вот я на проекте гранд говорил что но я устал от беготни потому что но очень сложная система с транспортом на гранде там надо найти парковку надо ее оплатить потом ты все время привязан к этой парковке транспорта по карте не найти транспорт исчезает через три минуты но в общем все очень сложно здесь же помимо разбросанных по карте арендованных арендованного транспорта есть еще и вот такие вот места где вы можете просто взять машину в аренду не хотите работать не надо но добраться на ней вы можете а стоит она не так дорого но в моем случае я не мог ее арендовать потому что у меня нет прав поэтому мне пришлось двигаться дальше на моем любимом погрузчики ну а теперь что касаемо прав на этом проекте как я и говорил есть два варианта первый вариант это в телефоне как видите есть водительское удостоверение выбираем нажимаем оплатить и все вуаля у нас есть права но это вариант для ленивых и поэтому он в десять раз дороже чем второй вариант а второй вариант получить права в автошколе вообще на проекте есть два вида прав ну то есть лицензии на право управления базовая и профессиональная базовая позволяет управлять легковым транспортом профессиональное всем транспортом ну и вот так вот выглядит автошкола справа у нас класс для тех кто хочет подучить правила дорожного движения им сюда ну а если вы считаете что вы все знаете то вам сюда это экзаменационный класс но так как я свою лицензию уже купил через телефон в 3 дорого то она у меня есть но она не дает мне право управлять грузовым транспортом но мне никто это и не запрещает по условиям этого проекта базовая лицензия дает мне право брать в аренду любой транспорт ну а уже как этим распоряжаться это я беру на свой страх и риск если остановит меня полиция то конечно же проблемы у меня будут полиция здесь следит за порядком на дорогах но в таком я бы сказал щадящим режиме конечно за проезд на красный свет никто вас трогать не будет но если вы например захотите срезать путь через строительную площадку то тогда вы огребете штраф ну а вот кстати строительная площадка еще одна из начальных работ на этом проекте и она мне понравилась не очень вообще выглядит все очень и очень симпатично особенно мне понравился костюм ну это достойно сделано очень достойно спецодежда каска перчатки но придраться вообще не к чему действительно более красивые формы я не припомню себе ну и вот как выглядит эта работа вообще она называется уборщик почему настройки бог его знает но выглядит это так кстати и по цвету все совпадает и маркеры оранжевые и костюм оранжевый и вот то что касаемо работы анимации на этом проекте это вообще нечто я еще не один раз покажу как здесь выполнены эти анимации посмотрите уборщик да вот вот какую анимацию он выполняет он держит тряпку в руках и трет стены причем реально трет стены тут я бы например придрался к названию ну что делать уборщику настройки я честно говоря не знаю я сам провел очень много времени настройки никаких уборщиков никогда в жизни не видел если бы ему заменить и дать например вот такой вот инструмент и назвать эту профессию маляр ну чтобы он например не мыл стены зачем-то а шкурил их на посмотрите он отходит и смотрит да насколько хорошо он сделал свою работу обалдеть какие анимации да и продолжает опять зашкуривать не знаю ну опять видите отошел посмотрел это красотище просто визуально мне очень понравилась вот эта вот профессия визуально ну красотище действительно все так сделано стильно красиво обалденно конкурирует с этой профессии только одна которая мне тоже очень понравилась это на проекте дэднет кстати можете посмотреть вот по этой ссылочке там была работа сварщика примерно сделано также он доставал сварочный аппарат варил было все очень очень красиво но и здесь тоже сделано все на высоте ну а что же тогда мне не понравилось а не понравилось мне оплата этой работы и то что прокачивать здесь какие-то уровни ну мне показалось абсолютно бессмысленным бессмысленным мне показалось потому что все остальные дорога стоящие работы здесь завязаны на транспорте и на правах поэтому проводить время настройки нету смысла ну и как показывает практика здесь вообще никто не работает строителем с кем бы я не разговаривал мне даже не было упоминаний о том что иди поработай на стройке а вот далее как я и сказал все завязано на транспорте все дорогостоящие профессии связаны с транспортом это и водители легко грузных грузовичков и сидельного тягача с фурой на общем-то это самая дорогостоящая работа на этом проекте и именно дальнобойщик так называемый но чтобы до этого дойти нужно прокачать себе уровень водителя до 7 а единственный вариант это сделать это автобус и вот тут есть о чем поговорить ну и начнем наверное с уровней как я сказал чтобы взять работу водителя легкого грузовика нужен седьмой уровень водителя чтобы перейти на работу дальнобойщика надо будет на легком грузовике получить восьмой уровень только тогда вы сможете сесть за руль сидельного тягача на самую дорогостоящую работу сами же уровни получаются ну совсем нелегко они устроены такой геометрической прогрессии то есть если первый уровень требует например четыре круга на автобусе сделать то второй уровень уже требует например восемь кругов ну и так далее то есть и дойдя до седьмого там уже надо какие-то запредельное количество кругов намотать на этом автобусе и надо сказать что вот эта работа на автобусе ну вообще не веселая то есть мы посмотрели сейчас работу водителя погрузчика которая и визуально очень красивая и с точки зрения игровых механик тоже очень интересная посмотрели работу строителя которая очень бедно оплачивается но хотя бы визуально красивая ну а про работу водителя сказать нечего это просто давим одну кнопку w часами реально часами в работе водителя автобуса нету вообще вот ну вот просто вообще ничего интересного мне даже показать ничего потому что ну вот мы просто едем просто едем и изредка останавливаемся на каких-то остановках это обычная работа которая присутствует ну на большинстве проектов но только на большинстве проектов или и можно принципе не делать потому что есть проекты на которых вы просто находитесь на карте да вам падает потихоньку опыт и вы можете если вам не нравится эта работа просто простоять в фк и получить себе этот уровень и перескочить здесь же ничего не получится вы упираетесь в эту работу автобусника и обойти ее никак потому что вам чтобы пройти дальше нужно набрать опыта именно водителя не опыта пребывания на проекте а именно водителя а 7 уровень водителя автобуса я вам скажу это еще тот геморрой часами сидеть и смотреть в одну точку нажимая клавишу w ну скучнее я ничего не могу себе даже представить и показать то в этой работе нечего что здесь покажешь ну вот мы едем вот мы едем едем стоим едем 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 стоим едем и в принципе это можно было бы как-то разбавить например добавить еще пару профессии связанных с вождением например там почтовый курьер который разводит на почтовой машине посылки по домам там или по адресам или например как я показывал в одном из обзоров работа водителем мусорной машины ездить по мусорным бачкам и собирать черные мешки в машину утилизировать но здесь ничего нету вы не обойдете вот эту скукоту вообще никак ну и даже можно сказать больше этому скучнейшему автобусу прописаны на и скучнейшие показатели так например у него максимальная скорость 100 километров который он набирает я просто не знаю какое количество времени но это если ехать прямо если попадается гора то скорость падает до 60 до 40 километров на поворотах тоже скорость падает ну жуткая жуткая работа и я вот вам скажу но очень честно чтобы пройти вот эту скукоту и показать вам следующие работы которые после них я сделал несколько заходов 6 или 7 заходов я делал с передышками по моему в течение трех дней я уж точно не помню но уговаривать приходило себя зайти и попробовать прокачать этот сраный уровень несколько раз мне приходила идея в голову бросить нафиг снимать эту хрень и сделать обзор из того что уже удалось снять ну и бог с ним что не удалось дальше показать и не удалось но я все-таки сделал эти семь уровней но как я уже и сказал не помню сколько три дня по моему то три или два дня я заходил и пытался потихоньку по несколько раз в день заходить потихоньку ездить 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 но между делом я развлекал себя здесь есть еще ряд побочных занятий которые но на мой взгляд тоже очень уникальные и интересные в отличие от этой дурацкой работы вы можете параллельно собирать например мусор это очень тоже интересно выполнено и выглядит это вот таким вот образом на проекте есть куча мусорных бачков в которых попадается интересный лут в основном конечно это хлам но он тоже вам поможет и потому что работа водителя автобуса оплачивается хреновенько за разные маршруты вы получите 200 300 или 400 долларов но каждый третий маршрут вам надо будет заправлять примерно на 200 долларов поэтому один из маршрутов у нас вылетает остается 2 8 300 400 долларов вот так вот где-то вам выпадает за один маршрут поэтому я параллельно еще и собирал мусор в идеале вам нужно купить рюкзак вам продается в магазине ну и лучше конечно иметь машину ну так как я делал это все параллельно поэтому я бегал просто с рюкзаком без всякого без всякой вернее машины по пути следования по маршруту я искал торговшей а их здесь четыре по моему точки с кубки хлама и сбрасывал тот хлам который я ну насобирал по пути это просто для того чтобы себя развлекать каким-то образом но иногда среди этого хлама попадаются уникальные редкие вещи и вот эти вещи уже надо вести на торговую площадку которая интегрирована прямо в игру не где-то в дискорде не где-то на странице вконтакте а прямо в игру интегрирована торговая площадка куда вы можете приехать выбрать нужный вам какой-то элемент какую-то запчасть ну или продать то что у вас есть мы продается тоже в этом же здании но как видите надо обойти с другой стороны и вот здесь уже продавать свои вещи мне же удалось найти два лобовых стекла комплект колес и несколько баллончиков краски про краску наверное расскажу чуть позже это тоже имеет роль в этой игре ну а колеса и лобовые стекла нужны для тех кто собирает машины да здесь можно собирать машины если говорить по ценам тот цены варьируются надо смотреть что сколько стоит я например на данный момент просто все по 1000 сдал потому что явно не разбираюсь пока в ценах а мониторить рынок мне ну не хотелось да и времени особо не было поэтому я все сдал по тысяче но можно найти уникальные вещи которые стоят и гораздо дороже и у меня были лобовые стекла для раритетной машины ну и в целом что за машины я имею ввиду а дело в том что на этом проекте есть такая фишка что можно собирать свои машины по всей карте разбросаны кузова но не все кузова можно подбирать те кузова которые годятся над ними будет гореть желтым цветом или оранжевым цветом буква е то есть взаимодействие мест на карте где может появиться тот или иной кузов но огромное количество но это не говорит что именно в каждой точке будет валяться по одному кузову нет просто очень много точек и в какой-то из них может лежать какой кузов это как повезет ну и естественно что на более редкий кузов естественно и детали более редкие и найти их будет достаточно проблематично но я же нашел вот такой вот микроавтобус как я и говорил загорается над ним буковка подходим нажимаем е все он у нас теперь осталось добраться до ближайшей мастерской которых на карте очень много заходим в мастерскую и вуаля наш микроавтобус уже здесь далее проходим к компьютеру который стоит в углу и выбираем себе запчасти здесь же можно починить какие-то вмятины помыть покрасить машинку но и найти какие-то детали какие есть сейчас в ассортименте можно ехать самому за этими запчастями а можно заказать но заказывается раз в пять минут а ехать можно в любой момент ну и вот видите машинка уже в совсем другом виде но это самая простецкая машинка и таких кузовов конечно же валяется много а как видите люди собирают совсем другие но чтобы найти вот подобный кузов надо конечно же иметь желание и время потому что они попадаются достаточно редко и собрать их тоже очень тяжело запчастей практически не найти но они есть вот такая вот здесь есть интересная фишка но а мне все-таки удалось прокачать 7 уровень и я добрался до работы дальнобойщика на легком грузовике выглядит это вот таким вот образом цвет машинки кстати можно выбирать любой огромный выбор и вы какой хотите такой себе и выбираете в этой работе есть все-таки свои плюсы и она мне тоже принципе понравилась к минусам этой работы можно отнести только долгие пробеги вот и все но это тоже на любителя зато здесь есть такая дань реализму когда вы приезжаете на точку за тем чтобы погрузиться не получится так чтобы вы просто проехали на триггер вот обратите внимание я заехал но стал неровно чтобы здесь пошла погрузка надо встать ну я бы сказал по рп надо встать видите ровненько встаем под загрузку ровно вот все вот теперь пошла загрузка и так на каждой точке и вы знаете это не мешает и не портит игру наоборот правильная постановка машины я считаю это вообще но такая приятная фишка и дополнение вот к этой работе это никак вас не вымораживать не заставляет вас парковаться там по 10-15 минут нет но встать грамотно поставить машину на мой взгляд ну хорошее решение таких вот прямо точек где бы вы не смогли припарковаться нету все точки достаточно простые ну а как это выглядит вы видите все-таки согласитесь это более реалистично хотя не всегда конечно реализм идет пользу игре но на этом в этом случае мне кажется это здорово придумали в целом как я уже сказал работа мне понравилась точки загрузки разгрузки находятся недалеко друг от друга разгрузились бывает даже что и загружаетесь прямо в том же месте ну самое большое расстояние между точкой выгрузки и загрузки у меня было два километра ну а в основном это где-то там 800 500 метров вот так вот разгрузились проехали это расстояние и загрузились по новой оплата тоже достойная и у нас остается еще одна работа последняя эта работа на большегрузе вот так вот они выглядят вообще есть три вида грузовиков на к тут вообще четыре организации при занимающихся перевозками у каждой организации свой вид грузовиков мы устроились с человеком в одну так как я не смог прокачать 8 уровней на том зеленом грузовичке я просто напросился в напарники к одному из людей которых есть уже восьмой уровень и он может работать дальнобойщиком поэтому смотреть будем не как вожу я а как он но здесь есть еще один интересный факт я совсем не зря сказал что виду не я а он дело в том что если бы мы смотрели от моего лица то естественно шаланда вела бы себя хорошо но если мы смотрим на игру другого игрока то например на схожих проектах когда мы видим работу дальнобойщика с фурой фура рассинхроне вается и она едет дергана и лагана заметьте как идет фура здесь как добились вот такой синхронизации я не знаю но я первый раз вижу чтобы фура в онлайн игре вела себя вот так вот ровненько например в той же армии на рп проектах вы вообще никогда не увидите сидельный тягач с фурой потому что фура из-за рассинхрона убивает тягач да и в gta сколько я не видел они все лаганы и дерганы и вообще даже невозможно прочитать что на фуре написано так ее колбасит и посмотрите как ровненько идет фура здесь ни одного единого лага как они это добились не знаю просто для примера я попробую сделать видео вставку с одного из проектов где я случайно зацепил я не снимал специально просто случайно зацепил кусочек езды дальнобойщика вот если заметить и посмотрите как себя ведет фура там хотя скорости никакой и нету ее начинает лагать еще на этапе сцепки и даже в движении вот скорость маленькая а ее уже все дергает видите а если он сейчас разгонится там километров до 100 вообще будет невозможно прочитать что там написано а на этом проекте фура сидит так как будто мы играем синглплеер а напомню мы смотрим сейчас за игрой другого игрока это не я веду машину я смотрю за игрой другого игрока так что вот такая здесь просто я бы сказал шикарная синхронизация ну и в заключении наверное быстренько пробежимся по магазину я покажу вам единственный магазин но не единственный на проекте а единственный который покажу я это магазин начальный где я себе покупал машинку буду прокручивать быстро потому что это стоковые машины про уникальные машины я вам уже рассказал где они берутся как они собираются ну и какие они бывают как выглядит магазинчик вы видите в общем то все симпатично и даже видно что вдалеке сижу я за столом и разговариваю с менеджером красиво сделано красиво и уникально ну о том что еще есть на этом проекте что я не успею вам показать в этом обзоре вы я спрошу у местного жителя который здесь уже какое-то продолжительное время так чу еще тут может быть интересно не советую гулять рядом с автомастерскими 4 5 7 8 потому что там во первых ну типа это все гетто там одни эти бандюганы синих желтых красных фиолетовых и зеленых формах вот еще принципе все ну там можно просто кататься но лучше ни с кем не гулять они днем бывают такие где-то скрываются но в гетто одну они могут грабить только вот в гетто на трассах им запретили грабить вот есть там катаешься у тебя много наличности они могут забрать 20 процентов от твоей наличности поэтому нахер она тут короче чуть сделали типа почему на трассе нельзя типа вот потому что бандюганы выезжали на трассу водитель фуры он же много сейчас должен заработать и вы уже всем зарплата в наличности приходят и они типа вот так вот поджидали и забирали ну тогда можно было максимум забрать 500 баксов а сейчас они сделали 20 процентов вот и поэтому вот и но и они вот отменили то что за трассу нельзя ехать и только вот в городе только в гетто у себя вот эти граффити пришли отсюда сюда и здесь очень крутая система захвата территории просто нереально крутая от ее херил конечно типа тут можно прийти на любую территорию до типа на лет на этом квадрате закрасить типа если ты из синих прийти красным закрасить красные синими баллончиками да ты кстати мусор как можно эти баллончики с краской если ты нигде не состоишь то кроме каких типа продать на торговой площадке за мелочь там они по 15 баксов продаются ты никак но типа ничего с ними больше не сделаешь вот и чё и если ты три они 4 закрасишь то ты устраиваешь получается типа захват этой территории территория закрывается для всех мирных жителей кто состоит в банде может туда зайти но если ты там типа не из красных и не синих которые только на друга получается если синие нападают на красных они там 15 человек становится по всему этому квадрату он закрывает тупо стена красная ты туда заехать не можешь такая типа полупрозрачная красная стена и там стреляются типа и кто победит ё-моё это ну сделано очень красиво там типа до какого-то счета получается ты там умираешь воскресаешь умираешь воскресаешь до пока время не закончится там счет может там быть 150 160 например на и что такие вот там да нереальный дэв матч там начинается это ну эта система они сделали и очень красиво реально я пошел в такси нихера не работает вот у тебя есть . да получается ты уже можешь делать такси работу но ты подвозишь реальных игроков ну вот чем здесь прикол и типа никогда ну ты никогда заказ не увидишь часто и вот возьми телефон попробуй смотри получается открываешь телефон там есть заказы и значок такси самый последний вызвать такси возможность и типа ты можешь на своей машине там прям приложение прикольно как у яндекса типа ты можешь искать тебе таксиста типа кто тебя подвезет от точки до точки это тоже очень классно здесь сделано но не пользуется спросом потому что у всех есть машины практически у всех ну и вот друзья мы узнали еще некоторую информацию о группировках этого проекта от оксомоторе который я не смог вам показать потому что думал что он не работает оказывается можно работать на своей машине и в этом я не разобрался но вот один из местных жителей мне все это разъяснил ну и наверное надо подводить какой-то итог того что мы увидели на этом проекте и если говорить в целом то мне проект понравился проект достаточно мягкий есть какие-то трудности трудности связанные задротством некоторых из рабочих занятий но может быть в дальнейшем это как-то и разрешится я думаю что до администрации это все-таки дойдет потому как разговаривая с людьми на этом проекте многие меня поддерживали в том что да работа на автобусе очень задротная и она никому не нравится но если откинуть эту профессию водителя автобуса то на проекте очень много всего интересного такого что я еще до этого не видел есть интересные рабочие занятия есть и на гражданское какое-то развитие есть интересный крафт по машинам в общем проект достаточно интересный и на нем можно какое-то время провести также наверное нельзя не упомянуть об оптимизации этого проекта а его стабильности ну и конечно же шикарной синхронизации в целом у меня получился вот такой вот обзор этого проекта если кому-то понравился то заходите играйте проект открыт он ждет своих игроков единственное что не забывайте это дни рейч mp а альт в это совсем другая мульти платформа ну а у меня на этом все спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго а